итак всех приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадигм я надеюсь все записывается и в общем то естественно как вы видите у нас два курсора это значит что я записал заранее чтобы не тратить много времени на переход по серверам и так далее но я по переходил по северам но не записал лишнего то есть просто буду показывать интересные команды которые я нашел с новыми ниндзя и без новых ниндзя на разных серверах в общем то начнем тут 825 например сервер то есть я начну с самых новых серверов какие команды там используют почему тогда потому что вот например как вы видите на 825 севере есть чувак со 113 к мощи то есть это сравнимо с топовыми игроками на первых серверах то есть это это нереально много и то есть есть также чуваки с кучей крутых ниндзя и довольно таки высокой мощью и на других серверах то есть на новых серверах тоже есть донатеры хотя их не так много как я думал то есть как бы я думал что там типа куча таких по 113 к мощи но оказалось что нет все таки чувак был прав который писал мне что типа такой чувак один и мне просто типа повезло ну вот давайте посмотрим вот и это кинто хосеки это не тот а нет это тот смотрите то есть 81 уровень у него есть мадара у него есть и рука шестую но это наверное знаете что это у него основная команда то есть у него есть эти самые акулы и так далее это он просто забыл поменять команду которую использовал на курами то есть эта команда одна из один из билдов который позволяет больше урона на курами наносить то есть видите асума бафает всех и рука щиты накладывает шисуи ну шисуи дает поле и тоже наносит очень неплохой урон так что шисуи бывает полезен потому что он и гг молнии бафает вот еще другой чувак с этого же сервера как вы видите вот у него есть четвертый рака райкаги и курзит хидан и асума винт блэйд а нет не с этого это 852 сервер 850 мать вашу 2 то есть это сервер который только ну по-моему даже самый новый 0 один из самых новых то есть ему меньше месяца как вы видите меньше месяца и спендер то есть уже купил курзит хидана и четвертого рака я как вы видите то есть кто-то говорил что курзит хидан он такой вот бесполезный такой плохой вот так он и кому-то не нравится ну смиритесь смиритесь курзит хидан как бы да сейчас я бы его с фритупэй щеку не советовал покупать сейчас лучше маскидмена а лучше вообще подождать и купить там эту angel конан или кисамы акулу потому что эти чуваки всегда в моде они конечно дорогие так далее но дешевле они не будут становиться и как бы кисамы акула то есть под него нужно на самом-то деле мощную команду это его недостаток а angel конан она более универсальная но ее пока нету поэтому вот я коплю на нее она более универсальная плюс курзит хиданом она очень комбится здесь же смотрим 4 рака я кстати тоже скажет хиданом комбится объясняю почему то есть у 4 ракаги по меткам он бьет давайте выберет короче тут у него один из чизлов что он типа чизится на любую метку по моему один или два раза вход в общем то вроде того причем не надо тебе там что-то выбирать что-то там направлять и так далее он просто атакует по меткам и просто снимает эту метку но при этом его чиз накладывает им мобайл и наносит дохуя урона то есть это очень мощно так что с курзит хиданом который метки накладывает это действительно нечто ну и а сумма типа всех их бафает урон хотя я бы не сказал что такая супер опешная команда все таки не знаю чуть мне меня смущает поля у него например нет то есть урон уже уменьшен априори значит вот такая вот команда есть 848 север 848 север фиолетовые предметы дэйдары и дэнсей кисамы акула и сейлаж сакура четырех звездочная вот-вот вот-вот смотрите смотрите наслаждайтесь а я попью кофейку на вот аналогичная команда маскидмен саски сусана как узу вот этот грудмод хотя мне кажется ну потому что как узу не такой уж и рульный он типа чакру там высасывает обилки прерывает но не особо значит дэйдара дэйдара типа он в говно командах как раз вот ски самая акула используется вот дэйдара ски самая акула и просто идеальный чувак как вы видите всегда в дикий самый акулу используют его сэдэ дэйдара используют потому что это дэйдара он же шафта атака спавнит своих чуваков своих самонов а кисамы акула не дает его типа прервать там слепоту наложить еще что-то натворить и то есть получается что эти все чуваки много урона наносят ну то есть массовые скиллы которые могли бы уничтожить этих жуков которых спавнит дэйдара они заблокированы кисамы акулой а как бы и получается что их никто не может уничтожить что довольно таки круто вот какой-то тут рай джин но вот как вы видите вполне себе нормально у него команда ну то есть обычная не супер опешная вот маски дмэн шисуи ау цунады хакаги мэй саски сусана в общем вот это вообще жесткая команда то есть шисуи имеет во втором ходу типа опилку снимать ну короче их контроль вне зависимости от того есть у тебя ворота или что-то подобное или нет то есть контроль пробивающие всякие защиты и с ним мающий типа баф и по моему он еще снимает и маски дмэн имеет уже в первом ходу такую фигню единственное что может быть хуже это гг ветра потому что гг ветра может маски дмэну перезарядить его обилку во втором ходу это просто жестко гг ветра мне кажется он слишком опешный вот это вообще пиздец какой-то тут феминисты ёбаные игру делали и короче к саске сусана скорее всего к его главной опилки подключен чиз маски дмэна то есть очист маски дмэн имеет еще один и мобайл то есть у нас есть три и мобайла от всех трех обилок наших ниндзя согласитесь довольно таки неплохо отцу надо хакая как вы видите он даже не прокачал вот настолько она офигенная что ее очень ситуативно используют значит мы здесь это тенсейного сумму купил чувак этой тару ну не знаю мне кажется это не очень сейчас бы я кстати советовал именно маски дмэна фри тупо щекам покупать хотя сейчас уже поздно то есть его надо было покупать и о том что я заметил что последних ивента где маски дмэна давали он короче стоил уже по 12 тысяч купонов то есть 12 тысяч купонов теперь он стоит в начале был по 8000 то есть надо было тогда по 8000 покупать его ну и как бы я не собирался этого делать и сейчас не собираюсь потому что у меня уже есть ниндзя которая хочу купить они не нужно типа то потом окажется что маски дмэн тоже его кто-то занерфил и так далее но на данный момент это блин чувак чувак это круче чем и тачи сусана потому что его обилка она как бы пробивает и также она с какие воздуха может типа два хода подряд применяться то есть первом ходу ты заюзал свою белку кого-то заболочил во втором ходу как и ветра перезарядил это опилку и муж опять использовать а если еще и поставить туда какого нибудь 3 райкаги еще кого-то то это просто жесть будет то есть какие ветра помнили помните как команда типа 67 k power атака с гк ветра и маски дмэном и третьем райкаги она разнесла мою команду в пух и прах потому что я просто ничего против такого не мог сделать и как бы чем не ролить из-за этого райкаги свипаться в ветер что ли нет я такого не буду делать у меня есть уже команда поэтому я ею буду играть значит здесь как вы видите вот кушимару кушимару хороший ниндзя его даже очень мощные игроки типа культивейтят или используют или просто культивейтят то есть джин пачи и кушимару это вот самое главное что для молнии есть в этот тенцеи трежери ой нет не в этот нс в гн в 3 же также в принципе это сасори но его можно заменить тем же танза например или же он оки или же учи хашисуи например то есть баффера можно принципе заменить а вот этих двух никто не заменит у меня в принципе есть тот же сасори это и это хорошо несомненно и кушимару есть то есть на самом-то деле не самые худшие рары мне выпали какие-то амиюри могли бы выпасть или там не вообще за бузой дотенциейный которые для меня я считаю были бы гораздо хуже значит тут как вы видите маски дмэн значит тут дабл райкаги команда вот смотрите 840 север табирама шисуи 3 4 райкаги ква ква зато гай всего лишь 4 звездочный я бы не удивился если бы у него 4 райкаги был 5 звездочный макай 4 звездочным чувак забрал это 5 звезд 4 райкаги раньше чем собрал 5 звезд гая офигеть просто вот это чувак вообще конечно дает юморист как говорится значит вот вам ну это не донер на тут то есть я еще и показывал заснимал в принципе какие еще игроки есть не все такие супер донатеры ну вот посмотрите в принципе вот шисуи не знаю почему шисуи ну как вариант если у него там за нет ну хотя шисуи он типаж как бы у него контроль есть и в отличие от дан за типа возможно он имеет какие-то преимущества да уже уклоняется от атаки и так далее как у грудь фирм от значит джирайя сэйдж мод кстати я жду пока у меня с бесплатки выпадет не знаю такой возможно или нет но пойдемте попадать с какого-то из сундуков по моему стенда я надеюсь что мне выпадет скоро потому что ну реально хотелось бы его обозреть все таки сэйдж чувак так вот это противная команда с сэйвар сакурой джигакуда еды дайдарой просто жесткая вообще значит вот вам саски сусана минато и шисуи и 4 райкаги еще здесь есть лучше бы он если честно место саски сусана саски сусана отстойной на самом-то деле кому он нравится все короче сосуны я буду называть вот кстати четырехзвездный ну наверно он поэтому его и поставил потому что он четырехзвездный иначе его смысла ставить нету но в общем то почему настойны потому что у него скилл мало урона наносит это вот вообще то есть его скилл прокиня тогда он будет рулить сейчас же он не особо 4 рака я получше будет тот же с его и мобайлами с его четырьмя атаками в первом ходу и так далее значит вот как вы видите ну это тоже блин 3 интерапта смотрите то есть у минато у это вообще интерапт в первом ходу то есть контроль первом ходу значит во втором ходу мы можем интераптить нашим минато так как у него главная билка интераптит и также мы можем в то же время ашесуи задействовать то есть тоже у него типа хаос проходит через все типа защиты и так далее и тому подобное кстати должен заметить что у него тут еще это 831 сервер до саски сусана а у 4 ракаги 4 звезды да да 4 ракаги 4 звезды я вот не понимаю зачем вообще повышать звезды ниндзя ну то есть я смотрел на первых серверах есть чуваки которые с 200 ну то есть у них больше ни одного ниндзя это больше трех звезд то есть они не используют то есть вообще никого не прокачивали больше трех звезд из донатных ниндзя только курина у них пятизвездные все значит и дэйдара это танцы тоже 4 звезды потому что как бы если выйдет новый ниндзя какой-то то получается выйти по старого вот это вот не будет использовать вот кстати он их не использует то есть у него есть четырехзвездные 4 ракаги 4 звездные это тенсейный дэйдара но он использует трехзвездных ниндзя в команде офигеть зачем ты тратил деньги чувак так что free to play щеки то есть вот я смотрел канал англоязычного типа летсплещика из битру и он короче я понял из его речи что он советует всем прокачать курсы тхедана до 4 звезд то есть для free to play щека самое важное что надо сделать это прокачать курсы тхедана до 4 звезд если он у вас есть ты блять идиот ты что идиот он уже блин не опешный он уже типа ниндзя который очень ситуативный то есть только в какой-то супер топовой команде подходящий для него его можно нормально использовать и то есть побеждать кого-то то есть все он уже очень многих есть и так далее зачем его прокачивать до 4 звезд я не понимаю если эта мощь она никуда не пойдет то есть это вам придется потом этого курса тхедана постоянно использовать вот меня это если честно возмущает то есть тот же маски дмэн если у курсы тхедана вы понимаете у него еще есть какой-то смысл его до звезды ему прокачивать или четвертому райка и кстати тоже имеет смысл звезды прокачивать потому что от его здоровья будет зависеть сколько он сможет ли дожить до того чтобы во втором ходу в третьем ходу всех месить своими обилками и так далее чтобы ходить в общем то плюс урон опять же зависит от этого у курсы тхедана опять же ему очень важен урон то есть важно чтобы метки накладывались и важно чтобы типа у него большой урон было много здоровья и так далее то есть характеристики ему очень важны но вот прокачивать у чиху шисуи или же маски дмэна я вообще не вижу никакого смысла то есть нельзя которые ориентированы на контроль у них гораздо меньше коэффициент полезности от прокачки звезд потому что от того что у маски дмэна будут больше параметры что от этого изменится он сможет чаще заюзать свою обилку нет он не сможет заюзать чаще свою обилку он сможет там короче иммапали тех кого он не мог иммапалить нет это зависит от рунстонов это зависит от рефайнов это зависит от всего кроме здоровья атаки и ниндзюцу то есть ну вы понимаете то есть таких ниндзя как минато джанин или маски дмэн нету смысла прокачивать больше трех звезд имеет смысл только тех которые вот например дамагер вот кушимару я бы прокачал до 4 звезд потому что у него урон он дамагер реально и дамагер от авто атаки авто атака она очень сильно зависит то есть от его параметров поэтому его можно до 4 прокачать но ты помыл попробуй его прокачать ну в общем то вот я рассказал уже одну вещь дальше ну пожалуй пока вы смотрите на эту зверскую команду точнее смотрите на вот эту вот фигню я вам расскажу еще кое-что то есть опять начинается вонь насчет типа сохранять опыт не сохранять опыт во первых я остановил свой опыт потому что дальше 85 уровня вот уже вообще мне никак нельзя прокачиваться потому что дальше там уже спендеры по 90 к павора ну они так к нам захаживают но они через раз к нам захаживают с 89 уровней и так далее естественно если я буду на восемьдесят девятом уровне то я через раз буду встречаться с девяносто пятыми уровнями в сейджи в том же самом и мне это нафиг не нужно поэтому я лучше буду здесь и буду получать как на последнем встречу в баттлфилде я например 14 рун получил то есть второе место уже занимал а прикиньте а то есть даже уже не первое место в сейджи занимаем то же самое в этом мацури мацури тоже то есть мне где-то на второй на третий раз попадаются там 93 95 уровней врагов но если бы я короче в мацурии был бы на девяносто пятом уровне то естественно мне первый же чувак был предположительно 95 уровня то есть меньшего уровня дают только если ты проиграл и то есть получится что на девяносто пятом уровне как бы мне больше вероятность встретить всяких донатеров поэтому мацурии я бы проходил гораздо тяжелее то есть сохранять опыт имеет смысл в любом случае то есть ну морозить его насколько сильно его морозить это другой вопрос то есть не выполнять wanted миссии то есть миссии по убийству там нельзя всяких которые чисто опыт дают и иногда карты дают вот это вот сразу забудьте об этом ивенте я очень жалею что я его когда-то выполнял причем я когда-то именно было тежим опытом если вы думаете что я типа самого начала следовал этой тактики своей и то есть я мог бы быть и и гораздо сильнее и гораздо с меньшим количеством опыта чем я на самом-то деле то есть я был первопроходцем сейчас конечно все немножко по другому но дело в том что тогда еще никто не знал что типа можно сэйвить опыт и так далее то есть я посмотрел ролик у одного чувака потом задумался над этим и потом еще решал решал переставать не выполнять wanted миссии или нет и так далее я короче побольше опыта старался нахвататься и так далее и тому подобное это было ужасно и блин если подумать чего бы я добился я бы наверно на 80 уровне уже имел столько же 80 к мощей если бы не делал то что я делал такие вот дела значит что я хочу сказать то есть нужно выбирать то есть задача получить как можно больше мощи получая как можно меньше опыта то есть например если ты получаешь одну единицу мощи на одну единицу опыта а какой-то другой чувак получает за одну единицу опыта получать 10 единиц мощи ну конечно таких коэффициентов крупных не бывает то есть а другой типа 10 единиц мощи естественно он на том же уровне что и ты будет иметь в 10 раз больше мощи чем у тебя то есть вот и подумайте вот вот с этой целью мы морозим опыт почему зачем его морозить полностью и когда его морозить полностью морозить его полностью нужно когда у тебя появляется доступ ко все ко всем функциям игры то есть к джейдам которые позволяют кредит до максимума вот эти вот все вещи то есть там дальше на рака всякие вещи красные каги супер каги вещи их для того чтобы и кредит есть максимальный джейды появляются все доступными становится на 75 уровне сюжетки то есть на 75 уровне вы проходите сюжетку смотрите чтобы все джейды были доступны и сюжетку вы больше не проходите после этого после 75 уровня вы можете морозить хоть это полностью в ноль но можно еще до 80 уровня почему до 80 уровня можно дойти дело том что сурвайл трайл сурвайл трайл там некоторые локации недоступны в проект руги если ты не достиг 80 уровня вот в этом весь прикол то есть и вы будете терять монетки и так далее и тому подобное каждый день здесь уже смотрите сами если вам известно что скоро у вас сурвайл станет таким же как и у нас то есть выживание режим выживания станет таким же как у нас скоро то в таком случае не имеет смысла даже до 80 качаться можете морозить опыт на 75 полностью то есть чтобы вообще то есть только в исключительных случаях получать какое-то количество опыта там например чтобы красные свитки выбивать steam инстанции и так далее и тому подобное то есть именно в таких местах делом много мощи дают за опять же экзамены можно так типа по проходите получить типа более за опыт получить свитки которые нужны для улучшения собственно вот эти вот всех вещей вот в таких случаях принципе вы можете все равно получать опыт других случаях то есть нежелательно вот так вот я предлагаю в принципе если кто-то что-то другое себе надумал то как бы это ваши проблемы я такого не говорил если что многие просто даже не понимают зачем морозить опыт я сказал я сказал типа я заморозил опыт и вот поэтому я типа вот такой красавчик такой самый сильный на серве во первых типа я просто тайтлов на коллекционировал я не только благодаря опыту и все набрал я много чего сделал во вторых как бы это стратегия то есть например типа пользоваться ивентами например там еще какие-то вещи делать хотя в последнее время даже это не помогает вот например тоже это дайдара сайвар сакура ну и гора который зарычажен дается вот вам мы мэй тэн тэн могу и при этом могу и самое маленькое количество звезд имеет из всех трех нельзя это офигеть просто блин я не понимаю как вы ему удалось сохранить мобу и трех звездочной когда у него мэй и тэн тэн уже 4 звездочные но допустим тэн тэн он короче собирал это за купоны но мэй мэй что ему так повезло что она ему два раза подряд или там три раза подряд выпало или он ее тоже за купоны собрал то есть получается а мобуи типа она даже в магазинах не продается поэтому она у него типа трех звездочная всего лишь ну вот как вы видите вполне себе это кто у нас лидеров акацуки харуна но тут непонятно где это харуна вот у него кисам и акула наруто 4 звездный санин есть но он пользуется моей командой вот как вы видите мои команда она как бы актуальна она очень актуальна это вот как команда моя то есть я кстати моей команды могу побеждать но опять же если инициатива у них больше то могут быть проблемы потому что они могут убить моего руши в первом раунде то есть если они убьют руши в первом раунде то это будут проблемы если же нет то тогда будет норм такие вот дела ну и в общем то бэхэдинг свод какаши кстати странная я так понял к его обилки подключен чиз маски дмена и таким образом он короче может и мобайлить при помощи своей главной обилки чиз какаши и при этом то есть как бы какаши он дает отражение ты паффал что полезно бывает и при этом он также еще и насколько я помню снимает типа все бафы и дебафы типа с целевого юнита то есть получается мы получаем в качестве чиза маски дмена при помощи какаши еще один этот еще одну опилку главным маски дмена то есть то же самое какаши делает при помощи своей главной опилки что и маски дмэн согласитесь это довольно прикольно ну и я даже думаю что какаши стоит именно а я не могу посмотреть хотя может сейчас покажу я там не помню нет я не показывал а стоило бы кстати интересная команда вот шисуи четырехзвездный уже у кого-то есть 810 сервер мы видим четырехзвездного шисуи и и саски сусана но у меня нет нет вообще соу вот вам такая команда с этим с водой типа новые вот тут от фугуки еще какие-то чуваки непонятные вот вам еще один 810 сервер и 4 ракаги 4 звезды красава просто и нагата нафига здесь нагата непонятно потому что он с этот энцеями только нормальный минато ну минато интераптит а у тоже я так понял при помощи своего чиза интераптит по моему и наката по моему хаосит при помощи своей главной опилки тоже много всякого тюрьма но наката он как бы знаете вот сейчас киллер би расцвел то есть именно обычные семи из семи мечник киллер би семью мечами он просто такой красавчик просто вот его много где используют потому что есть джинчурики и как бы он джинчурика в бафает он и рука для джинчурика вы естественно его все любят плюс он как бы и дополнительную атаку дает то есть вот сейчас просто я рад что я его все-таки заролил если бы его не было то в моей команды бы не было то есть он себя купил также сейчас вот начнет расцветать нагата то есть я думаю вскоре его будут использовать вполне себе с тем же это дэйдарой там это со ссори а чё можно кстати попробовать это со ссори как раз использовать и это дэйдарой то есть получается нагата снимает дебаффы со всех этих наших чуваков ссори короче добавляет дополнительную атаку дэйдаре чтобы он своих этих жуков спаунил и так далее и тому подобное то есть просто жестко получается при этом интерапт есть у того же нагата и он чакру сосет то есть та же самая команда мэй ничего не сможет против вас поставить против такого вот вам кушимару при этом с мангетсу и с учи хашисуи я не знаю кстати мангетсу о господи что я вижу цуна а это первый сервер точно это первый сервер да ну тогда ничего тогда норм короче смотрите цунады хакаги 5 звезд и мината хакаги 5 звезд и шисуи 4 звезды да да это топ первого сервера на наруто тут 203 к мощи у него и как вы видите он использует кушимару и мангетсу то есть у меня эти два нельзя есть у меня только шисуи нету ну вот и подумайте стоит ли ролик гнв трэжер стоит ли это делать я думаю что стоит потому что каги вы можете бесплатно кролить ой и вот эти вот там допустим даже если вы идете на супер ара супер ара искалия например того же саски сусана или четвертого райкаги эти рары ну допустим 4 рейкаги да он будет скилл брокенен и но на него нужно будет еще кучу бабок тратить но в принципе вот эти вот курама наруто и мотара они просто вот на китае сейчас каждой команде топовой просто в топовых командах именно они никакой нибудь там саски сусана 4 ракаги бывает но зачастую уже 5 звездные скилл брокенен и а вот мотара и этот и курама наруто в том виде в котором они есть они присутствуют кроме того хаширама тоже присутствует а вот и тачи сусана ну да он хороший он несомненно хороший но возьмем маскедмена маскедмен может блокировать и мобайлить тех кто под рутом of warrior также снимать все все бафы и так далее и тому подобное вот что он умеет в то время как и тачи такого не умеет он умеет только хаос накладывать не снимая никаких бафов два хода подряд он может это делать да это преимущество но но гг ветра позволяет перезаряжать обилки и и тачи сусана обилку перезаряжать он не может в то время то есть ветром маскедмена лучше чем и тачи сусана вот так вот получается то есть и кушимару кстати как вы видите ему всю атаку накачали то есть он очень мощный вот как вы видите роши киллер би вот киллер бик пафа и ты наруто и шестихвостого и типа этого роши и при этом все три неуязвимы к дебафам заметьте и вот эти вот два еще и поджигают противников то есть это просто жесткая команда я хочу вам сказать но вы думаю сами поняли это но в общем то и получается что типа единственный кто уязвимый здесь к дебафам это гг земли собственно а он закурама наруто и ну то есть за девяти хвостом наруто и и вот как вы видите он джинпачи прокачал и того фугуки по моему тоже прокачал но это ладно это дэйдара 4 звезды и кстати коном 4 звезды у меня тоже уже 50 фрагментов коном накопилось можно было бы ее и не покупать когда ее покупал можно было чё-то другое купить значит цунады 5 хакаги кисамы как вы видите джинпачи и дэйдара я так понял типа джинпачи он довольно много тоже урона наносит автоатакой поэтому собственно его поставили сюда супас ага кушимару он был кстати тоже еще в одной команде вот вам и тачи сусана ну блин а какая у него так а кстати вот посмотрите вот землей команда блиц команда но она типа команда а я не знаю он землю пафает или нет по моему он как раз землю тоже пафает шисую какие он стихии пафает ветер огонь и молнию по моему то землю он не пафает а нафига тогда его землю используют ну в общем так как вы видите чуваки у него есть это ссоре которые четыре звезды так а я не заметил чё тут произошло так вот смотрим что тут импетус дэнс импетус дэнс мне кажется тут какая-то неправильная команда тут какие-то скиллы странные стоят ну вот кирин тоже стоит блин ну мне нужен king of hell мне не нужен кирин 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 говно потому что он типа красивый но толку то есть урон чуть побольше от него но толку с этого по моему он три раза чизится может но толку с этого опять же или сколько он там раз чизится может в общем напишите в чем преимущество кирина в king of hell и king of hell он я понимаю его преимущество то есть на одного больше атакует и при этом еще и отравляет и при этом еще и может несколько раз за за раунд по моему срабатывать это вот все понятно а та фигня непонятно сложно сложно нифига не понятно вот тут стоит импетус дэнс но проблема в том что и тачи сусана как бы ему импетус дэнс пофилу хотя 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 нет и тачи сус блин я ошибся и тачи сусана до сих пор супер опешный почему потому что допустим в первые два хода он применяет свои опилки контроля во втором ходу после того как он применил свою опилку мы перезаряжаем скиллы и его кулдаун сбрасывается на единицу и он сможет еще раз задействовать свою опилку это прикольно это прикольно в общем жесткая команда у итачи я не помню 20 чакры стоит его интерапт у маски дмена вообще ноль стоит то есть я вам говорю в первом раунде блин два интерапта то есть получается два контроля от маски дмена и от и тачи во втором раунде три интерапта то есть три контроля при этом то есть опять же маски дмена перезарядился и тачи есть и есть главная пилками нато я так понял то есть на все чакры при этом хватает нам это просто ужасно просто ужасная команда вот странно только что маски дмена 4 звезд прокачанный нафиг он нужен 4 звездный так вот такая нестандартная команда с молнией почему-то цунады хакаги как вы видите 5 звезд это дэйдара роши вот вам хан наруто шестихвостый и кисамы кстати интересная команда в том плане что хан снимает бафы все с врага из себя и кисамы блокируют типа обилки и получается только на автоатаках махаемся а тут наруто короче потом во втором ходу может заюзать свою обилку мощную реально довольно мощная команда интересная нестандартная у него у нее способ действия вот есть четвертый вот смотрите тут блин куча учих любитель учих парень зря он наверное саски ставит я бы всегда вместо саски ставил типа и тачи сусана потому что и тачи круч явно потому что для него получения требуется больше свитков это уже о чем-то договорить значит это сасори киллер пи и кушимару курирара я если честно не знаю зачем киллера пить сюда ставить потому что типа киллер пи киллер пи он как бы ну неужели у него нету например танза чтобы поле иметь или еще чего-нибудь опять же это сасори его не пахнет этого киллера пи опять же это сасори если он применяет свою опилку то как бы обилка киллера пи не стакается с его опилкой хотя хз вообще вот как вы видите такая вот команда вот смотрите команда с курама нарутой вот курама наруто и тачи сусана жесть просто и цунады хакайя 4 звездная как вам такая очень неплохо наверное очень и очень неплохо сердце поиска нохи наруто и бафает вот вам такая команда до тенда 4 звездные вот как вы видите есть кто хочет сеть тенда 4 звездного мне бы хотя бы три звезды получить до сих пор трех фрагментов не хватает ну и пофигу вот еще он команда скоро майна рута вместо вот вот хаширама это тенсейный сэйдж хаширама мадара и курама наруто кое-кто похоже уже две с половиной тысячи свитков заролил да да и цунады хакайя 4 звездная да вот regeneration апилити что меня привлекло типа что он защищает получается всех от дебафов что ли или около того в общем мощный парниша а вот короче альтернатива моей команде если у вас есть и посадки сусану но нету роши то можете типа использовать вот такую команду с данзо хиданом и саски но не знаю насколько она работает и киллер обе например у вас нету вот такая вот команда не уверен какая из них лучше какая хуже то есть тут как вы видите больше мечников получается саски сусана тоже под этим под root of warrior идет и также ему повышается еще атака единственное что ахиллесовая 5 этой команды это данзо то есть если на него паралич или и мобайл наложить то во втором ходу опилка того же саски сусана она не возымеет должного эффекта кроме того как бы урон все-таки интераптить хидана того же можно вполне себе то есть именно интераптить он конечно под root of warrior но например и рука так как нету киллера пи который добавляет ему емунг интерапту то есть я как делаю киллером пи бафаю хидана чтобы а потом запускаю только обилку хидана чтобы накладывать эти метки ну и в общем то что еще у него то есть он только один раз атакует и это тоже недостаток я считаю так что у этой команды есть свои недостатки но это вообще бред такой команда типа джинчурики но тут стоит root of warrior и кого он защищает киллера пи что ли или кого зачем тут root of warrior поставил бы что-нибудь другое наверное все равно бесполезно но эта команда она короче с водой или землей зайдет а вот с молнией я бы ее не использовал если честно так вот как вы видите мифун мифун блин overworld это то есть чувак по моему около стака и он использует мифу на того же и саму и дару и так шисуи учиха а это близ команда типа ну его или возможно ее на курами используют тут сами смотрите вот четырехзвездные четвертый райкаги это еще жестче команда хотя маскидмен все таки наверное тут получше был бы но все равно имп туздэнс перезаряжает все обилки можно опять короче долбить по полной просто жесть вот это тот воздух ветер это такая гадость ненавижу его а вот вам похожая на мою команду хотя нет не похожа кожзат хидан 5 звезд как вы видите на эти минус аноки маскидмен четырехзвездный лучше бы аноки прокачал до 4 звезд кстати его легче прокачать за монт ли поинты можно это понесе сделать ну вот такая вот команда как вы видите жесть значит вот это опять с мерзейшая команда просто просто мерзейшая вот вам с огнем курзы ткиданы маскидмен кто там сказал что курзы ткиданы очень плохой да кто там говорил что его не используют что его все контрят и так далее ну маскидмен его контрит я согласен отчасти это то есть он вынужден как раз тратить получается маскидмен кого угодно контрит он близ команды вообще в первом ходу сразу контрит и все вот эту вот команду например он может кушимару того же заблочить и все их она тебе то есть все у тебя большая часть урона заблокирована ну собственно то же самое он с курзы ткиданом делает он может твоего гк закантрить он кого угодно может закантрить поэтому говорить что маскидмен контрит вот именно курзы ткидана просто курзы ткидана другие мало кто может закантрить тот же суши суи он короче контрит его во втором ходу а во втором ходу курзы ткидан уже успел нанести дофигища урона так как в первом ходу он походил два раза и то есть нанес дофигища просто урона и у него здоровья уже мало и так далее то есть если ты 6 у используешь его главную опилку на курзы ткидана во втором ходу то ты значит и и просираешь потому что курзы ткидана умирает допустим от комбо которая вы причиняете ему или же умирает после того, как атакует своих под хаосом, но он наносит мало урона и как бы его в этой жизни, скажем так, в той жизни первоходовой он уже сделал все, для чего был предназначен. То есть во втором ходу его уже терять не страшно, даже я бы сказал желательно его потерять во втором ходу, чтобы он потом воскрес и... И, если что, добил неугодных, которые выживут. Так что на самом-то деле, Курзет Хидана не особо-то контрит. Другое дело, что он не супер ОПшный, то есть Маскедмен сейчас очень такой полезный персонаж. Вот опять же Кушимару, то есть он чуть ли не круче, чем Джинпачи. Его тоже часто используют, даже без Джинпачи. Но новые персы с ГНВ Трежера, я заметил их особенность. То есть какая у них особенность? То, что они берут даже... Ну да, у них опилки интересные и так далее, это само собой. Но самое главное, они берут тем, что у них высокая атака и так далее. То есть Кушимару, если бы у него была атака, как у других ниндзя обычных, именно там какой-то процент у него повышенный. То есть если Курзет Хидан, вот сколько Курзет Хидан наносит, примерно столько же Кушимару наносит, если не больше. Но Кушимару не теряет при этом здоровья своего. То есть он наносит этот урон, не теряя сам ничего. И это очень мощно, это очень опешно, и в общем-то это заставляет задуматься. То есть тупо просто бафнули урон чувакам, тупо бафнули урон и всё. По сути, он опешный не за счёт того, что сам типа какие-то у него супер какие-то обилки. Да, у него обилка хорошая, несомненно. Но самой её недостаточно было для того, чтобы сказать, что вот Кушимару, ради него стоит ролить этот ГНВ Трэжер. И действительно, мне написали люди, после того, как я заролил ГНВ Трэжер, что ты там получил, какие-то ниндзя, они выглядят, они такими крутыми. Видимо, этот Трэжер плохой. Ну вот, когда вы увидите уроны на арене, на той же, попробуйте. Там реально в первом ходу можно, как Курзет Хидан он может нанести урона. Вполне себе. Так, вот, смотрим. Это какая-то бафовая команда. Вот вам ещё вариант. Четвёртый Райкади, Шисуи, Курзет Хидан. И вот, как вы видите, у него тут Кушимару тоже прокачанный. Заметьте, а Миюри, несмотря на то, что она молния как раз, она зелёненькая, не прокачанная. Но Эда Сосори и Кушимару уже прокультивейчены до красного уровня. То есть, это очень хороший ниндзя, и не зря я их достал из Эда Тенсеи Трэжера. Ага, вот, смотрите. Короче... Так, хватит. Короче, Чаджура, Мангетсу и Мэй. То есть, Мангетсу повышает выживаемость в первых ходах, и при этом Чаджура и Мэй наносят уроны свои. И, как бы, получается, Чаджура ещё получает дополнительный урон от каждого. То есть, от клона, например, Мангетсу того же. Он получает, как от ниндзя воды, типа, дополнительный урон. От Мэй и от самого чувака. Также, естественно, у нас есть во втором ходу ГГ-Лечилка. Что тоже неплохо. Плюс ещё всякие бафы. Ну, короче, в принципе, неплохая команда. То есть, Мангетсу можно вместо Ау использовать. И, таким образом, в первом ходу тебя не смогут законтрить особо. То есть, тот же Курзитхидан, например, если ты его начнёшь, типа, пытаться кого-то метки повесить, то у тебя не получится, потому что все уклонятся от твоих меток. Так что, это крайне неприятно. Но! Вот это меня навело ещё на одну мысль. Кто-то говорил, что вот, я не люблю метки, типа, многие персонажи, типа, неуязвимы к дебафам. Да, я согласен, я сам это говорил. Но! Но! В каждом правиле есть, как бы, но. Дело в том, что всё равно, что четвёртый Райкаге, что третий Райкаге, что Минато Хакаге, все используют метки. Самые крутые ниндзя всегда используют метки. Та же Энджел Конан, она тоже использует метки. То есть, поэтому все и защищаются от дебафов. Вы понимаете? Все и защищаются от дебафов, чтобы на них не вешали метки. И вот твоя задача уже как-то эти метки навесить на кого-то. То есть, не любить из-за этого метки можно, короче. Но не будет такого ниндзя никогда, никогда в Наруто Онлайн. Не будет такого ниндзя, который без меток сможет просто всех в первом же ходу или в первых двух ходах расфигачить. Просто потому, что метки, они увеличивают урон по ниндзя, на которого наложены. Они, короче, это позволяют, то есть, тем же Курзет Хиданом комбиться с Райкаги четвертыми и так далее и тому подобное. То есть, метки это неплохо. Это данность. Это та цена, которую мы платим за повышенную мощь какого-либо ниндзя. Если ниндзя используют метки, то он, скорее всего, уже крутой ниндзя. То есть, это... Возьмем уже Конан и Энджел Конан. Возьмем того же этого... Кто там? Курзет Хидана там... Минато, обычного Минато Хакаги. Вот эти вот все ниндзя и будут еще их больше на самом-то деле. Так что, такие вот дела. Так, вот, как вы видите... Как это ни странно, вы посмотрите. У чувака есть Кушимару, Эдососори и Джинпачи. 26-й сервер. У этого чувака, как вы видите, у одного 30к мощи. То есть, 30к мощи даже у его мейна. И при этом он все равно использует команду с Хиданом, Роши и Килиамби. То есть, что как бы говорит о том, что... Эта команда, она хороша, так как он их прокультиватил. Но... Она все равно не лучше... Моей команды. Я, кстати, побил такую команду. То есть, я уже встречал ее в Сейчворт Баттлфилде. У одного донатора 67к мощи. И я его побил вчера. Но это было довольно трудно. Он, блин, убил моих Курзетхидана и этого, и Киллера Би. И потом, короче, убил еще моего ГГ. Остался только Роши. И потом Курзетхидан воскрес и добил его Джинпачи. В общем, жесть была. Но это ж донер. Кстати, донерская мощь, она мощнее, чем моя мощь. Потому что донерская мощь у меня, как я говорил уже. То есть, мощь фритуплейщика, я ее беру отовсюду. Фритуплейная мощь, это такие параметры, как здоровье никому не нужно. Это такие параметры, как контроль, комбо. Что там еще? Криты, инжурии и так далее. У донеров же мощь, это в основном атака, ниндзюцу и, то есть, чистая мощь. То есть, это такая мощь, которая, скажем так, именно ту, которую хочет сам донатер. То есть, это не то, что ты откуда можешь, оттуда и берешь мощь. Это именно вот та, которая самый сок. Именно поэтому донатер даже с меньшей мощью будет побеждать фритуплейщика с большей мощью. Просто потому что такие вот дела. Потому что за донат тебе тут сделают все. Здесь тебе, типа, ну нет, не сделают. Тебя, короче, просто будут доить твой донат. Но, типа, дадут тебе полную власть над анусами фритуплейщиков за донат. Это не игра, как я говорил, наруто онлайн. Это просто способ продавать ваши жопы за деньги другим игрокам, которые готовы платить эти самые деньги. То есть, понимаете, понимаете, то есть, чуваки продают то, что им не принадлежит другим чувакам и получают с них деньги. А вы это те, кто, собственно, фритуплейщики, те, кто теряет только и ничего не приобретает. Так что никому не советую играть наруто онлайн. Как я уже говорил не раз, но вдруг кто-то не понимает. Значит, Кисамы, Акула, значит, Минато и третий Райкаги. Тоже нормально, то есть, это дамагеры вполне себе. Если это Дейдары нет, можно использовать. Значит, вот, еще одна команда. Сто тысяч мащи, как вы видите. То есть, вот, у него тоже есть джинпачи и остальные чуваки, но при этом он использует мою команду. Вот вам четвертый Райкаги пятизвездный. Да. И Тоби пятизвездный. И обычный Наруто пятизвездный. Да. Ну, это не донатер, вы понимаете? Вот видите, у него Наруто есть пятизвездный и Тоби есть пятизвездный. Значит, он определенно не донатер. Он мог Райкаги собрать четвертого пятизвездного без доната, понимаете? И Шису из Минато тоже. Ну, вот, вот такая вот команда сейчас популярна. Особенно для тех, у кого Хана нету там и так далее. То есть, Фугуки часто падает. Куриная, типа, она полезная. Мягко говоря. Ну и Роши. Роши вообще один из самых часто используемых ниндзя. Так что он на порядок лучше Хана. Как я и говорил в свое время. Как я и говорил. Значит, Курзетхидан. Ну, это вторая, кстати, команда. Вы заметите, это другой, то есть, чувак. Ну, вы можете пролистать видео. Но, как вы видите, вот на 26-ом севере их дофига. То есть, 26-ой север это столица Курзетхиданного движения. Именно вот столица моих команд. Где много Курзетхиданного и много Роши. Это, кстати, азиатский, типа, сервер. Ну, азиатское подразделение англоязычных серверов. Так, вот север Сакура. Кушина это. Кушину, как это ни странно, даже двухзвездочную пытаются использовать. И довольно-таки успешно. Она бесит меня своими клонами. Она моего Курзетхидана пытается. Ну, потому что она, блин, по два клона за ход спаунит. Это жесть просто. Откуда у Кушины столько клонов? Почему Сэйч Наруто не может сразу по два клона спаунит? Тогда бы он был супер ОПшным. Значит, тут вот Маскедмен. Тоже, блин, проблемно. И Наруто. Ну, так себе команда, если честно. То есть, если барьер сбивают, то там, получается, появляются проблемы. Вот еще один. Как вы видите. 98К Мощис. Вполне себе. У него есть третий Райкаги. Самуй и Омой. Но он использует почему-то мою команду. Вы не скажете, почему? То есть... Да, конечно, Райкаги команда тоже ОПшная. Но, как бы, если для моей команды Маскедмен опасен, но не смертелен. То для вот той вот команды с этим, с Райкаги третьим, Маскедмен просто смертелен. Потому что ты просто этого Райкаги, который даже уязвим к дебафам. И вообще, то есть, ты тупо Маскедменом его получишь, и все. И хана той команде. В общем, Маскедмен, блин, хоть самому покупай. Я даже не знаю. Это просто жесть. Его, кстати, на Китае за огонь до сих пор используют. Правда, огонь на Китае, насколько я помню, сейчас вообще самый худший персонаж. То есть, хуже даже, чем Молния. Его там то ли занерфили, то ли... В общем, он из моды вышел, и практически никто не играет за огонь. Но, в общем-то, за огонь до сих пор Маскедмена используют. Потому что, собственно, он огонь, и он контроль имеет, и так далее. Значит, вот еще одна команда. Такая же, как у меня. Сколько у него там мощей? Кстати, не намного больше, чем у меня, я так понял, да? Так. 8-7, да. Ну вот, смотрите, 26-й сервер, 8-7 камащей. У меня уже, типа, 8 камащей, 85, если грязными. И я, то есть, на каком? На 400-м сервере. Я фритуплейщик. То есть, можно предположить, что эти чуваки тоже фритуплейщики. В теории. Хотя я почему-то сомневаюсь. Вот еще одна такая команда. Саски. А вот, короче, вот такая команда. Полностью из новых ниндзя. Тоже, я согласен, неплохая. Самое прикольное, что она независима от поля. То есть, поле нам не страшно. Вражеское. То есть, нам не обязательно по инициативе побеждать. Также тут много контроля. И, типа, уроны большие. Вот так вот ставят, как вы видите. Вот еще одна команда. Ну, хотя, по-моему, я показываю или нет? Вот такая команда. Ну, Минато, блин, так себе. Здесь, в этой команде, он не особо. Хотя, может, это на Кураму команда. Вот Сусана Бразер с Маскедменом. Это просто вообще жесть. То есть, получается, чиз Маскедмена можно к Сусана Саски подключить. И, то есть, получается, в первом ходу у нас два Интерапта. И Тачи плюс Маскедмен. Во втором ходу у нас, опять же, и Тачи, и Саски Сусана. То есть, в первом ходу мы двух из четырех ниндзя вражеских блочим. И во втором ходу мы двух из четырех вражеских ниндзя блочим. Ну, потом, конечно, получаются у нас проблемы. Но это же будет потом. Так, что у него? И, кстати, вот еще есть парализация. На всякий случай. Если кто-то не умер после всего того. Вот, как вы видите, Си используют в такой команде. Сами Юри, кстати. Очень неплохо, наверное. То есть, вот в такой команде Ами Юри можно использовать. Ну, у меня, как бы, дару я нету. Поэтому пока что эта команда недоступна. Ну, и Ами Юри самой тоже у меня нету. Вот такая вариация, в принципе, команды с третьим Райкае. 85 Капавара. И вот Курзет Хидан. Тоже такая команда. Ну, и, в общем-то, вот мы обозрели. Сейчас я еще договорю то, что я хотел договорить. И закончим вид. Да, напоследок, что я хотел рассказать вам о прокачке. То есть, о прокачке. Что стоит ли на что-то делать акцент, а на что-то не стоит делать акцент. Делайте акцент на то, что бесплатное. То есть, чтобы мощи больше получить, прокачивайте то, что, типа, бесплатное. Бесплатное, прежде всего. То есть, ну, не тратьте купоны на то, что можно получить без купонов. То есть, если есть там свитки, бонус, вот эти вот культивейшн скроллы или что-то вроде того. То покупайте их за поинты. Не покупайте их за купоны. И так далее. То есть, если вы во многих местах можете получить рефайн руны, то зачем вам их покупать, опять же, за купоны. Берите их, пока дают, как говорится. Дальше, что еще? Пользуйтесь ивентами, как я сказал. Вот сейчас, например, у нас Миябоку Маунт. То есть, гора Миябоку, такая фигня. И там вот эти вот гифты, они, в общем-то, подарочки, эти Миябоку. Они покупаются за купоны. То есть, они слабо у всех прокачаны, так скажем. И поэтому, то есть, они дают много мощи. Естественно, я на них немножко купонов тратил. Помните, там еще шисуи пытался получить и так далее. То есть, я на них тратил. И, как бы, сейчас нам их тоже начали давать. То есть, ну, я, типа, так же не забывайте и про Чар Материал Спаки. Хотя у меня Чар Материал Спаки довольно сильно уже вкачаны. И, то есть, там выгода, получается, меньше. Чем больше ты что-либо прокачал, тем меньше от него выгода. То есть, старайтесь смотреть сами, насколько у вас далеко все вкачано. То есть, если у тебя какой-то саммон, например, прокультивейчен сильно, но ты его не используешь. А другие саммоны вообще не прокультивейчены. Попробуй прокультивейтить других саммонов. То есть, чтобы все они были равномерными. И тогда увидите, у вас мощи будет гораздо больше прибавляться. Чем если вы будете одного саммона сначала до конца культивейтить, потом второго, потом третьего. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.